Москвичи стали жить дольше. За последнее десятилетие продолжительность жизни увеличилась на 4 года. В среднем это 78 лет. Об этом сегодня заявили на открытии 17-й Ассамблеи Здоровья Москвы. На научном форуме в экспоцентре в эти минуты собрались тысячи ученых с новейшими достижениями столичной медицины. Уже ознакомился наш корреспондент Максим Апарин. У хирурга Алексея Бабылева сегодня непростой день. Он заметно волнуется. На Ассамблею Здоровья Москвы он пришел, чтобы сдать экзамен на звание «Московский врач». Кроме прибавки к жалованию это еще и почетно. Экзамен из двух частей – тестирование и практика. Готовясь к тестированию, пришлось изучать колоссальное количество литературы. И второй этап дает повысить именно практическую свою составляющую. Алексею предстоит провести операцию на этом симуляторе. Условия максимально приближены к реальным. Здесь он выполнять сейчас будет удаление желчного пузыря для пароскопическим доступом. Выделяется на это время не около 45 минут. В Ассамблее участвуют лучшие медучреждения столицы. Они демонстрируют свои технические возможности и не только. Этот вертикализатор с функцией ходьбы представили сотрудники Склифа. При его помощи больные восстанавливаются после инсульта. Чтобы не было застойного явления в лёгких венок нижних конечностей с целью профилактики тромбообразования, вдыхательных осложнений, человек должен перемещаться из положения лёжа в положение стоя. Больница имени Иноземцева дала возможность любому участнику попробовать себя в качестве нейрохирурга и сшить сосуды внутри обычного куска сырой курицы под специальным микроскопом. Диаметр примерно такой же, как периферические сосуды головного мозга, с теми, которыми работаем, даже меньше. Но меньше диаметра нам просто позволяет ещё лучше отточить мануальные навыки. В работе Ассамблеи принял участие и мэр Москвы Сергей Собянин. Доступность врачей в наших поликлиник выросла 8-10 раз, снизилось время ожидания. Увеличилось количество в разы, увеличилось количество высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря структурным реорганизациям, изменениям системы финансирования, значительно увеличилась и заработная плата наших врачей. Кроме этого, любой желающий здесь может проверить своё здоровье. На форуме можно пройти флюорографию, кардиограмму сердца, проверить зрение или сосуды. Максим Апарин, Михаил Викулин, Сергей Шлыков. Вести.